Сегодня мы заканчиваем изучение недельного раздела Торы в Ай-Ц, и с Божьей помощью начнём следующий раздел по Ишлах. Итак, «И встал Яаков, и поднял своих детей и жён на верблюдов, и увёл весь свой скот и всё своё имущество, которое приобрёл, свой собственный скот, который он приобрёл впадан на раме, чтобы идти к Ицхаку, своему отцу, в землю Кнанскую». Яаков уходит от своего тестя Лавана после 20 лет, проведённых у него. Теперь он уже глава семьи и самостоятельный человек, у него есть уже собственное имущество, и вот с этим имуществом он уходит для того, чтобы начать самостоятельную жизнь. «А Лаван пошёл стричь овец», Яаков использует именно этот момент, Лавана нет дома, он уходит стричь овец, и именно это его отсутствие он использует для того, чтобы уйти незаметно. «И Рахель похитила Тарафим, что у её отца». Что такое Тарафим? Во-первых, Тора подчёркивает здесь, что хотя до сих пор Яаков жил в месте с Лавана, то есть в общем-то они жили более-менее одним домом, и понятно, что при совместном таком образе жизни часто может быть, что у зятя окажутся какие-то вещи, принадлежащие тестью, а быть и наоборот тоже, это трудно представить себе, чтобы этого не было. Вместе с тем всё, что единственная вещь, которую уносит семья Якова из дома Лавана – это Тарафим. Только что же это за штука такая? В дальнейшем мы знаем, что именно вот это вот похищение Тарафим, кража Тарафима, она и вызвала колоссальный гнев Лавана, и Лаван, когда начинает выяснять отношения с Яковом, он называет эти Тарафим своими богами. Так это сказано дальше. «И убежал он со всем, что у него, и встав он, перешёл реку и направился к горе Гель-Ад, и сообщили Лавану на третий день, что Яков убежал, и взял он с собой всех своих родственников, и гнался за ним семь дней пути, и догнал его на горе Гель-Ад. И пришёл Бог к Лавану Арамейцу в ночном с ней и сказал ему «берегись, чтобы не говорить с Яковом ни доброго, ни плохого, и догнал Лаван Якова, Яков поставил свой шатёр у горы, а Лаван со своими родственниками поставил на горе Гель-Ад, там он расползался лагерем, и сказал Лаван Якову, что ты сделал, ты обманул меня и увёл моих дочерей как пленниц, зачем же ты убежал тайно и обманул меня, и в конце всех претензий, и теперь же, если ты ушёл, потому что ты так сильно стасковался по дому своего отца, то зачем же ты украл моих богов?» Значит, наверное, Терафим – это какие-то статуэтки богов, которым Лаван поклонялся. Так это видно из того, что он сам говорит. Но если так, то непонятно, зачем тогда Рахель забирает их, зачем ей статуэтки языческих богов? Сложность ещё больше увеличивается, что в дальнейшем мы находим то же самое слово «терафим» в рассказе о царе Давиде, там речь идёт об эпизоде, когда царь Шауль, Давид ещё не был царём, царём был Шауль, и царь Шауль подозревал, что Давид подкапывается под его власть, пытается сбросить его, строить заговоры против него и велел арестовать Давида. Он узнал об этом и бежал из дома, и написано, что его жена положила на его кровать Терафим для того, чтобы зашедшие люди думали, что Давид находится здесь, чтобы усыпить бдительность стражей. Стоп, стоп, стоп. Это значит Терафим в доме у царя Давида? Это как можно сказать? Если это так, как говорит Лаван, если это его боги, то, что его языческие боги делают в доме царя Давида? Итак, зачем Рахель забирает их, и что они делают в доме царя Давида? Ибнезра отвечает на этот вопрос так. Скорее всего, это были статуэтки, похожие на человека. То есть, это было действительно что-то, что напоминало человеческое тело, потому что иначе непонятно, как могла жена Давида ввести в заблуждение стражей. Очевидно, это что-то, что хоть как-то напоминало человека. Поэтому она и уложила Терафим в постель. Но, с другой стороны, как же тогда, если они боги, то каким образом и почему, и зачем, и для чего Рахель забирает их? Ибнезра, что есть такие, которые говорят, что она это сделала для того, чтобы показать своему отцу никчемность этих богов, если их можно украсть, если это божество не в состоянии себя защитить от элементарной кражи, то какое же оно тогда божество? То есть, продемонстрировать, что это на самом деле статуэтки и не более того. Говорит Ибнезра, я всё понимаю, но у меня пока ещё остаётся вопрос. Если в этом была вся её цель, то после того, как она их украла, так она могла просто выбросить, да и по идее нужно было выбросить, зачем же она их везёт с собой, как это поясняется в дальнейшем из текста, почему она их не выбрасывает в первую же придорожную канаву. Поэтому Ибнезра предчитает другое объяснение. Он говорит, что очевидно, это были какие-то приспособления, может быть, снова внешне они походили на людей, статуэтки, но это были приспособления для чародейства и волшебства, при помощи которых можно было получать какие-то знания, может быть, свыше, может быть, какие-то астрологические прогнозы. И зачем нужно было это своровать? Своровать нужно было для того, потому что Рахель решила своровать, потому что она боялась, что её отец при помощи этих приборов сумеет просчитать, куда, когда и куда убежал Ибнезра, и это позволит ему быстро их нагнать. Так вот для того, чтобы обезоружить таким образом преследователей, Рахель это и сделала. Так пишет Ибнезра. Снова возвращается вопрос, ну почему же тогда, если это его какие-то, что-то типа навигационных приборов или какие-то астрологические приборы тому подобное, или приборы для чародейства и волшебства, то почему он называет это своими богами? Это просто техника, приборы. Рамбан тоже, в общем-то, он идёт вслед за Ибнезра, за комментариями Ибнезра, говорит, что, скорее всего, конечно, это приспособления, при помощи которых люди пытались заглянуть в будущее. Почему Лава называет их своими богами? Потому что для людей такого характера, которые занимаются гаданием, которые пытаются заглянуть в будущее, для них нет у них настоящей связи с божеством. Всё, что есть у них, это вот есть эти их приспособления для вражбы, для того, чтобы гадать. И для них это всё равно как божество, поскольку оно рассказывается, при помощи него они надеются получить знания о будущем. Вместо того, чтобы обратиться к богу с молитвой и попросить того, что не было, у них есть замена, замена богу кто? Гадание на кофейной гуще, или ещё при помощи каких-нибудь подобного рода приборов, которые называют Терафим. Так, и подчёркивает ещё Рамбан, теперь нам понятно, каким образом могли оказаться подобного рода приборы в доме царя Давида, если это не божество, если это не статуи башков, а это просто что-то для гадания, что-то, какие-то приборы для астрологии и так далее, то уже не так уж страшно, если подобная вещь оказывается в доме царя Давида. Раши, Раши говорит не так, Терафим, на самом деле следует понимать это именно так просто, что речь идёт о статуэтках башков, а зачем тогда Рахель их забрала? Для того, чтобы отстранить, отвлечь своего отца от и делопоклонства, то есть, подобно человеку, который крадёт иконку у своих родителей. Вопрос, который задаёт Эбенезра, Раши его не упоминает, но тогда почему она таскает эту штуку с собой, почему она тогда не выбросила это в первую подорожную канаву? На это отвечает один из наиболее важных комментаторов Раши, а Моораль в Гурарье. Ответ его простой. Если бы она их выкинула, Рахель ведь могла представить себе, что произойдёт то, что на самом деле произошло, а именно, что отец погнался за ними, настиг их и устроил скандал, и одно из самых первых требований, оверните назад, моей Терафим. Если бы она их выкинула, и у неё не было бы возможности вернуть, то не исключено, что отец бы её настолько разозлился, что это бы привело и к насилию, и к тому, чтобы он попытался сделать всё, чтобы остановить их, не дать им уйти. Поэтому на всякий случай она несла это с собой. Если отец их не нагонит, чем лучше? Потом, когда они уже будут в безопасности, она это выкинет, спрячет, закопает. Но пока они ещё находятся в опасности, пока может быть, что отец их нагонит, по крайней мере на этот случай, есть у неё возможность вернуть отцу, тем, чтобы он успокоился и не злился слишком сильно. Так, мы разобрались с Терафим. Я возвращаюсь снова к тексту. Так, Лаван нагнал Якова, и у него масса-масса претензий. «И сказал Лаван Якову, что ты сделал? Всё мышцы, оно наше, поэтому и ушёл тайно». Что отвечает? Яков это не спрашивает, но вопрос этот он, безусловно, возникает, он на фоне. «Говорит Лаван, зачем ты убежал тайно и обманул меня, и уберегись, чтобы не говорить с Яковом ни хорошего, ни плохого?» Здесь выясняется ещё одна деталь, то, что Всевышний вмешивается в историю. «Явившись Лавану во сне, подостерегает его, смотри, чтобы ты не говорил Якову ничего, абсолютно ничего, ни плохого, а почему хорошего ничего не сказать? Плохого нельзя, понятно, почему же плохого не сказать?» Свящает Раши, что же делать, всё доброе от нечестивых – это только худо и плохо для людей правильных. То, что в сознании Лавана – это хорошо, благословение, которое Лаван может дать, доброе напутствие, которое может дать Лаван своим внукам, не дай Бог, для таких людей, как Яков и его семья – это только зло. Поэтому он предупредил, смотри, ты ничего не говорил, ни плохого, ни хорошего. То, что Лаван погнался за Яковом не один, то, что он набрал с собой ещё своих родственников, приятелей, и то, что он сейчас, несмотря на предупреждение, говорит, что есть у меня сила, есть в моей руке сила, чтобы сделать вам зло – это, в общем-то, угроза человека, которому не позволяют пустить в ход руки. Но, по крайней мере, его намерения совершенно чётко здесь проявляются. И действительно, как это Тора говорит в дальнейшем, арамеец пытался уничтожить моего отца, имея в виду, что это Лаван арамеец, т.е. намерения у него были, безусловно, самые-самые агрессивные. Ну, что я могу сделать? Претензий, говорит, у меня Лаван куча, дать волю рукам не могу, твой бог меня предупредил, я с ним не хочу ссориться. Но, по крайней мере, теперь же, если ты ушёл, то почему ты… потому что ты так сильно столковался по дому своего отца, зачем ты украл моих богов? И отвечал Яков и сказал Лавану. Яков не начинает отвечать ему на последний вопрос, на последнюю претензию, где мои боги, зачем ты украл моих богов? По идее, человек, который действует эмоционально, он сразу бы ответил на последний вопрос, твои боги, нужны мне твои боги, ещё чего, что я у тебя ещё украл? Он начинает ему отвечать по порядку, начиная с первой претензией и кончая уже последней. Как? И отвечал Яков и сказал Лавану, да, я боялся, ибо я думал, что, может быть, ты отнимешь у меня моих жён, т.е. твоих дочерей, почему… ответ на первый вопрос, почему я ушёл тайком, я просто боялся тебя? Ну, а что касается последней претензии? По поводу своих богов, пожалуйста, у кого найдёшь твоих богов, тому не жить. Яков не знал, что Рахель украла Терафима, и поэтому он произносит эту страшную фразу «тот, у кого найдёшь твоих богов, он не будет жить». И Раши подчёркивает, что подобные фразы, они просто так не проходят, и от этого проклятия через некоторое время Рахель умерла при родах. «Перед родственниками нашими узнай, что у меня, и возьми себе». И Яков не знал, что Рахель украла их. Итак, говорит Яков, пожалуйста, производи обыск, найдёшь своих богов, положи, чтобы все видели. «И вошёл Лаван в шатёр Якова, и в шатёр Леи, и в шатёр двух рабы, но не нашёл. И вышел из шатра Леи, и вошёл в шатёр Рахели. Рахель же взяла Терафим и положила их в седло верблюжья и села на них. И перещупал Лаван весь шатёр, и не нашёл. И сказала она своему отцу, да не будет досадного в глаза господину моего, что я не могу встать перед тобой, у меня обычная женская. И он искал, но не нашёл Терафим». Видел в книге Равневенцеля, он спрашивает, то, что Рахель спрятала. Спрятала Терафим, понятно, спрятала в верблюжьей село тогда, для чего ещё сказано, что она на них села? Очевидно, она нашла место, которое казалось ей наиболее надёжным. Там отец не будет искать. И всё-таки для чего же она ещё и села? Федон приводит вот какой. Если действительно, мы помним, что по поводу того, что представлял собой Терафим, там есть расхождение во мнениях, по крайней мере, мнение и Бернезра, и Рамбан, в общем-то, присоединяется к этому мнению, что это были приспособления, при помощи которых Лаван мог гадать, получать информацию из всяких внешних миров. Если так, то эта штука могла их выдать. Что Рахель сделала? Она села на неё. В тот момент, когда подобного рода вещи или силы. Если мы придаём им важность, и мы начинаем бояться, о, это астрология, о, это ещё какая-то подобного рода вещь. Чем больше мы им придаём важности, тем больше мы придаём им силы, тем больше наша проблема. Наоборот, то, что делает Рахель, это, наоборот, выказать максимальное презрение. Сесть на них. Большего презрения к вещи, чем сесть на неё, трудно себе представить. Для чего? Для того, чтобы полностью, полностью это аннулировать, чтобы не было уже у этой штуки никаких сил, чтобы она никоим образом не помогла Лавану. Ну, закончился обыск. Лаван ничего не находит. Теперь уже и рассердился Яков и поспорил с Лаваном. И сказал Яков Лавану. В чём проступок мой? И в чём мой грех, что ты преследуешь меня? Когда ты перечупал все мои вещи, что ты нашёл из вещей от твоего дома, покажи здесь перед родственниками моими и перед родственниками твоими, пусть они рассудят между нами обоими. Ведь я вот двадцать лет у тебя, твои овцы и козы не выкидывали, баранов твоего скота я не ел, растерзанного я не приносил тебе, это был мой убыток. С меня же ты его взыскивал с украденного днём и с украденного ночью. Бывало, со мной днём жёг меня зной, холод ночью и убегал сон мой от глаз моих. Вот мои двадцать лет в твоём доме, я служил тебе четырнадцать лет за двух твоих дочерей и шесть лет за твой скот, а ты же менял мою плату десять раз. И не забудь меня, Бог Отца моего, Бог Авраама и страх Ицхака, то ты теперь бы опустил меня ничем. Если бы Бог не вмешался, то я знаю, чем бы всё кончилось, отобрал бы ты у меня всё, я бы ушёл с пустыми руками. Интересная вещь. Начинается этот отрывок словами «И рассердился Яков и ссорился Славан». Крад наши мудрецы, вот все бы так ссорились. Лучше уже ссора отцов, чем мир детей. Мы ждём, что если уже сказано «И рассердился Яков», что он сейчас закатит лаванную истерику, выскажет ему всё, что он о нём думает, выскажет ему всё, что накипело у него за двадцать лет этой жизни, когда он действительно как раб проклят и работал на него четырнадцать лет за дочерей, шесть лет за скот, и теперь он ещё обвиняет его во всех преступлениях против человечества, он ещё богов его ещё украл, нужны эти боги ему ещё как коровье седло. «Ждём, что будет сейчас вспышка». Вместо этого, говорит Медраж, ну, очевидно, сейчас начнут руками махать, сейчас будет рукоприкладство, или, по крайней мере, будет скандал. Ничего подобного. Из всего этого, когда написано, что Яков рассердился, что же он рассердился, вся его речь, он просто пытается убедить своего тестя в том, что он абсолютно не виноват, ни в чём не виноват, и наоборот. В чём проступок мой? В чём грех мой, что ты преследуешь меня? Когда ты перечупал все мои вещи, ну, что ты нашёл у всех вещей своего дома? Ты видишь, что я чист, все твои претензии, они претензии абсолютно необоснованы. Покажи здесь, перед твоими родственниками, перед моими родственниками, пусть они рассудят между нами обоими. Вот двадцать лет я у тебя, твои овцы и козы не выкидывали баранов твоего скота, я не ел. Здесь нет обвинений, здесь есть только… Он подчёркивает раз за разом, что я честен, растерзанного я тебе не приносил, это был мой убыток, с ними ты его взыскивал, украденного днём, украденного ночью. Я служил тебе четырнадцать лет за двух дочерей твоих и шесть лет за твой скот, а ты мою плату менял десять раз. Не будь за меня, Бог отца моего, Бог Авраама и страх Ицхака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Вот и вся, вот и весь гнев Иоакова, вот и вся ссора. Как это не похоже на то, что мы называем ссорой, на то, что у нас называется гнев. И отвечал Лаван и сказал Иоакову, дочери – это мои дочери, а сыновья – это мои сыновья, и скот – это мой скот, и всё, что ты видишь – это моё. Великолепная фраза. Иоаков перечисляет одну за другим все свои доводы и все свои аргументы. Я работал на тебя честно. То есть, не просто честно, никакой другой пастух так не работает. Понятно, что если у пастуха ночью из его стада украли хищники и унесли ночью овечку, то понятно, что пастух в этом совершенно не виноват. И если это чей-то ущерб, то это ущерб хозяина, а не пастуха. Иоакова всё это оплачивала полностью. Подобная совершенно невероятная фантастическая честность. И награда за всё это – нелепое обвинение в том, что я украл твоих богов. Ну, что ты на это скажешь? Ответ Лавана очень интересный. А вообще всё здесь моё. Дочери – это мои дочери. Ты называешь это своими жёнами. Это мои дочери. Дети – твои дети. Да это мои дети. Всё моё здесь. Овцы – это тоже всё моё. Это просто я тебе… Это на самом деле всё моё. А ты кто вообще здесь такой? Очень интересно объяснил этот ответ Лавана Хофицхайм. Известно, что Хофицхайм уже на старости лет, ему было больше 80, решил отправиться в Российсраиль. Нелегко далось ему решение, но он принял это решение и начал уже делать конкретные шаги для того, чтобы его реализовать. В конечном итоге он не поехал в Российсраиль, но остался в Радине, но всё-таки делал конкретные шаги. Среди всех этих шагов нужно было прежде всего получить заграничный паспорт. И он отправился в Министерство внутренних дел в городе, в городе Радине. Не было там отделения. И он отправился в столицу, в Варшаву, для того, чтобы получить там паспорт. Он пришёл и люди, у которых он гостил, они рассказали, что он вернулся из Министерства внутренних дел, уже нашарашенный и очень огорчённый. Паспорт ему отказались выдавать. Что произошло? Начал Хофицхайм рассказывать, что он пришёл туда. Ну, всё как полагается, заполнил анкету, фотографии. Благодаря этому есть у нас фотографии Хофицхайм, что он снялся тогда. Правда, есть те, которые говорят, что это не он снялся, а это кто-то из близких его людей снялся. Так или иначе, отправился туда всё как надо. Чиновник, который принимал у него бумаги, говорит, для того, чтобы выспать паспорт, мне нужно свидетельство о рождении. Говорит, Хофицхайм, у меня нет свидетельства о рождении. Это было так давно в царской империи, какое там свидетельство о рождении, вряд ли выдавали свидетельство о рождении. Сказал ему польский чиновник, очень сожалею, без свидетельства о рождении я не могу вам паспорт выдать. Что же мне делать? Приведите свидетелей вашего рождения. Нет, у вас свидетельство о рождении, приведите свидетельство вашего рождения. Сказал Хофицхайм, смотри, мне 80 лет. Сколько, по вашему мнению, должно быть людям, которые могут засвидетельствовать моё рождение? Можно найти таких людей ещё в живых? Сказал он ученого, ничего не знаю. Либо свидетельство о рождении, либо свидетели живых вашего рождения. Без этого паспорта не выйдут. Закрыл окошко, и на этом кончился весь прием. И когда Ховецхайм закончил этот рассказ, он привел вот этот отрывок, который мы сейчас зачитали. Иаков говорит Лавану вещи, понятные каждому и логичные. Просит его ответить на вопрос. Объясни мне, что ты от меня хочешь? Почему ты за мной погнался? И в чём ты меня обвиняешь? Я так работал на тебя. Логичные утверждения. Логичные претензии. Сферно логичные претензии. Какой ответ на эти претензии? Говорит Лаван, дочери – это мои дочери, дети – это мои дети, скот – это мой скот, а ты здесь вообще никто. Иными словами, у тебя вообще нет никакого права на существование. Кто ты такой вообще? Всё здесь моё. То есть, если бы у тебя были права на существование, если бы я признавал эти права, тогда если говорить, ага, есть здесь кто-то, кто имеет претензии. Претензии, на них можно отвечать, но Лаван вообще не признаёт права Якова на существование, тебя вообще нету. Он мимо него глядит сквозь него, как через прозрачно. Ты вообще не имеешь права на существование, поэтому тот, кто ноль сам, тот, кто не существует, у него и права на логику тоже нет, и твоя логика никого не интересует, потому что ты ноль без палочки. Так же сказал Хофицхайм, именно так отнёсся ко мне этот самый чиновник. Пришёл какой-то старый жид. Кто для этого польского чиновника старый жид? Человек, который вообще права на существование не имеет. Кто ты здесь такой? А он говорит, я же ему говорю, сказал Хофицхайм, абсолютно логичная вещь. Мне 80 лет. Если мне 80 лет, откуда я могу найти свидетелей моего рождения? Они уже все в лучшем мире. Ничего не интересно. Ни ногика не интересует ничего. Кто ты такой вообще? У тебя вообще права на существование нет? Без палочки. Поэтому, хочешь так, хочешь так. Либо нести свидетельство, либо пройди свидетелей. Не будет ничего, не будет тебе паспорта. Возвращаемся снова к тексту. Теперь же пойдём заключим союз. Я и ты, и это будет свидетельство между мною и тобою. Лаван решает закруглять этот инцидент. Давай разойдёмся. Давай разойдёмся. Только что заключил договор. И взял Яков камень и поставил его памятник. И сказал Яков своим родственникам, наберите камни. Переводчик на русский язык перевёл родственникам. Что это за родственники были здесь у Якова? Родственников мы его знаем так. Мама с папой были. Явно они при этом не присутствуют. Любимый брат Исаф тоже при этом не присутствуют. Наоборот, от него убегали. Кто у него ещё родственники? Жёны и дети. Что же здесь имеется в виду? На самом деле в оригинале там сказано, что он сказал это своим братьям. Почему братьям? Какие такие братья? Брат у него был всего один и тот Исаф. Его здесь нет. Человек-комментатор имеется в виду его сыновья. Но он их называл братьями. Почему называл их братьями? Ибо они приходили ему на помощь в тяжёлый час. То есть здесь некоторая очень важная установка для родителей. Наступает время, в котором после того, как родители воспитали своих детей, дети должны стать им как бы младшими братьями. Теми, на которых родители могут положиться, те, которые всегда придут на помощь, те, на которых можно положиться в минуту жизни трудную. И вот этот вот переход от только воспитания и назидания к новому виду отношений, как отношений между старшим и младшим братом, вот этот вот переход не нужно упустить. Это не значит, что отношение должно быть к маленьким детям. Как в своё время личные психологи утверждали, что родители должны быть со своими детьми как приятели, как друзья. Это ни в коем случае, не дай бог. Но когда родители видят, что дети становятся взрослыми, постепенно нужно менять к ним отношения и им самим давать понять, что они теперь взрослые и теперь на них полагаются. И теперь они уже должны отвечать тому доверию, которое на них возлагается. Так, дальше по тексту. И сказал Яков своим братьям, наберите камни, и взяли они камни, и сделали холм, и ели там на холме. И назвал его Лаван Ягар Сагадута. Лаван – арамеец, и приводится здесь арамейское название этого места. Ягар Сагадута, то есть имеется в виду вот этот вот холм из камней, который должен быть Сагадута по-рамейски означает свидетельством. А Яков назвал его Галь-Эд. Галь-Эд – то же самое на языке Торы. Это, значит, вот Галь – куча камней, холм из камней, который должен быть Эд – свидетелем. В чем здесь свидетельство? И сказал Лаван – этот холм свидетелем между мною и тобою отныне, потому что… потому и назвали его Галь-Эд. В чем свидетельство? Если ты заставишь страдать моих дочерей, и если возьмешь себе жен сверх моих дочерей, то при нас нет человека. Но смотри, Бог свидетелем между мною и тобою. Мы заключаем договор. И условие договора первое. Ты обязываешься не брать больше жен, остаться с этими четырьмя женами, с моими дочерями. Более того, ты не имеешь права заставлять их страдать. То есть ты не имеешь права отказывать им во всем том, в чем нуждается любая жена, любая женщина. И сказал Лаван Якову, вот холм этот и вот памятник, который я воздвиг между мною и тобою, свидетель этот холм и свидетель этот памятник, что я не перейду к тебе этот холм и что ты не перейдешь ко мне этот холм и этот памятник для зла. Вот граница перед нами, что никто из нас эту границу с недобрыми намерениями не переходит. Бог Авраама и Бог Нахора, Бог наших отцов, пусть судит между нами. Интересная здесь тоже деталь. Лаван язычник. Поэтому, когда заключается договор, то в качестве гаранта договора по его пониманию должны выступать боги, которым поклоняется каждый из сторон, которые заключает договор. Ну, что касается Якова, ну, ему говорят, с твоей стороны гаранта будет бог Авраама, ну, а с моей стороны, здесь ему не очень, он бы хотел сказать, назвать какого-нибудь своего бога, своё божество, но он немножко стесняется, потому что он знает отношения Якова, тот, очевидно, не раз высказывал своё отрицательное отношение к глупогонству, поэтому сказать так просто, сказать, мои боги, он не стесняется. Тогда он говорит, бог Нахора, кто такой Нахор? Нахор – это общий предок, он предок и Авраама, он и предок и Авраама тоже, уж по крайней мере, своими коренными богами-предками, ты же не будешь гнушаться. Поэтому он считает, что в этой фразе ничего не будет для Якова ничего не будет плохого. Бог наших отцов, наш общий бог, пусть судит между нами и поклялся Яков страхом отца своего Ицхака. Яков клянётся здесь именно богом своего отца Ицхака, чтобы не было никаких сомнений, что он не принимает того предложения, которое дал ему Нахор клясться именем какого-то божества, которому поклонялся ещё их прапрадед. «И зарезал Яков скот на горе и созвал своих родственников есть хлеб, и они ели хлеб и ночевали на горе. И поднялся Лаван рано утром и поцеловал своих сыновей и дочерей и благословил их, и затем Лаван покинул их и вернулся на своё место». Татар спрашивает немножко здесь излишние слова. Понятно, что если он расстался с Яковом, расцеловался и ушёл, куда ушёл, сесть не вернулся на своё место. Зачем это Тора подчёркивает, вроде бы вещи, которые есть не сами по себе? А нациф говорит, что имеется в виду, что он вернулся к своему прежнему состоянию. То есть до того, как Яков пришёл к Лавану, он не был зажиточным человеком, наоборот. И как он сам ему признаётся, что вот я гадал, я понял, что всё моё имущество, всё моё достояние, оно пришло из-за Тебя. Бог меня благословил из-за Тебя. Сейчас приходит этому подтверждение. В тот момент, когда они расстались, Лаван вернулся к своему прежнему состоянию, т.е. растерял всё своё богатство. Пока Яков жил у него, он стал богатым человеком, зажиточным человеком. Но как только Яков его покинул, Лаван растерял всё и снова вернулся к своему прежнему состоянию бедняка. А Мишихохме, отвечая на тот же самый вопрос, он подчёркивает другую сторону. А именно, любой человек, когда… Настоящий человек в тот момент, когда он встречается с большим человеком, с настоящей сильной личностью, с человеком духовным, таким, как Яков, он, безусловно, должен испытать его влияние. Таков человек. Люди вообще – это их природа, испытывать влияние и получать влияние от других людей. А уж тем более, люди, когда встречаются с большим, настоящим человеком, то это влияние должно быть самоучимым. Но что касается Лавана, на нём совершенно никак не было заметно то, что он 20 лет общался с таким человеком, как Яков. Он вернулся на своё прежнее место, т.е. с кем он был, тем он и остался, и все его общение с Яковом не оказало на него совершенно никакого влияния. Невозможно было даже представить, что вот этот вот человек, он – тесть Якова, с которым прожил в одном доме 20 лет. Продолжая дальше Тора. А Яков пошёл своей дорогой, и встретили его ангелы Бога. И, увидев их, Яков сказал, это стан Божий. Поэтому назвал это место Маханай, Маханай означает два стана. Стан его, стан его семья, и стан ангелов Божий, вот они два, два стана друг напротив друга. Аравирш обращает внимание, очевидно, что с ангелами мы уже встречались в самом начале главы, здесь есть такое кольцевое построение. В начале главы написано, что Яков, когда он вышел из Берешевы и отправился в Харан, то он попал в одно место, наткнулся на одно место и заночевал там, и вот там он видит видение лестницы, по которой восходят и спускаются ангелы, и здесь снова появляются те же самые ангелы. Раши уже объяснил, что там ангелы, это были ангелы Эрц-Исраэль, они уходят, поднимаются, на смену их приходят ангелы, которые будут сопровождать Якова за пределами страны Израиля. А теперь, может быть, происходит обратная, наверное, смена караула, когда навстречу ему выходят ангелы страны Израиля. Это да. Кстати, уж если на то пошло, комментаторы задают здесь ещё один вопрос, ведь он же на самом деле ещё не находится в стране Израиля. Происходит это в Маханайм, т.е. это, так получается по расчётам, это за Иорданией, за пределами страны Израиля. Почему тогда ангелы выходят ему навстречу? Хамараль объясняет так, ангелы выходят ему навстречу, поскольку он направляется в Исраиль, и они навстречу ему, чтобы его встретить, он же сюда идёт, а почему тогда не явились к нему для того, чтобы его охранять уже в тот момент, когда он решил отправиться, уйти из дома Лавана, тогда, может быть, при подобной охране и, может быть, не было бы такого страха перед Лаваном и не было бы таких неприятностей с ним. Это ещё нет, поскольку он ещё зависел от Лавана, поскольку ещё верно, что он хотел прийти в Ир-Сисраиль, но Лаван мог вмешаться и помешать, то навстречу ему ангелы Ир-Сисраиль ещё не выходят, он должен был всё начало своего пути проделать вместе с ангелами заграничными. С другой стороны, мы видим, что когда Яков только в начале главы, он уходил из Святой Земли, то смена караула ангелов произошла ещё в Святой Земле, когда он уходит, то ангелы заграницы приходят к нему ещё, когда он ещё находится в стране Израиля, а когда он возвращается в страну Израиля, они выходят ему навстречу, что тоже символично. В любом случае Равирш обращает наше внимание на изменение стиля, а именно, когда Яков уходит из Святой Земли, идёт к Лавану, то там написано «Ваевгабы баком», то есть он наткнулся, он наткнулся на некоторое место, это место оказывается гора Мурья, и там он видит это видение во сне, видение ангелов. Здесь же написано по-другому, прямо противоположным, не он наткнулся на ангелов, а встретили его ангелы. Не сказано, что он пошёл свою дорогу и, ой, встретил ангелов, а он даже не знал. Наоборот, он пошёл своей дорогой, и ангелы встретили его, т.е. если кто-то сделал здесь «Вау», то это был не Яков, а наоборот ангелы. Почему так? Для кого? В первом случае явлением это было для Якова. Он и не подозревал себе, что шхина, что присутствие Всевышнего настолько близко, и можно столкнуться вот так вот, просто отправившись спать, можно столкнуться с подобного рода таким мощным видением, мощным пророческим видением. Он этого не подозревал, для него это было и неожиданностью, и колоссальным событием. Здесь уже всё наоборот. Здесь это событие для ангелов, ибо они впервые видят вот тот самый идеал, ту самую еврейскую семью. Мы уже говорили о нашем прадце Якове, мудрецы говорят, что его лик запечатлён на троне славы, т.е. вот это и есть цель, это человек, ради которого мир и создан, и вот этот человек обзавёлся семьёй. Вот она, первая настоящая еврейская семья. Семья, которая выросла в совсем непростых условиях, семья, которая выросла в доме у Лавана, и семья, которой удалось. К ним не прилипло ничего от Лавана, и поэтому для ангелов, конечно, это событие – видеть такого рода семью. И здесь мы сразу переходим к следующей главе, следующий раздел Торы – Ваишлах. Яков возвращается к себе домой. Он сумел отделаться от Лавана – это очень здорово. Но так уж в жизни бывает, что каждое испытание, которое человек проходит, оно только подготовка для следующего испытания, как часто бывает, или, может быть, даже всегда так, более сложно. Ведь он понимает, что когда-то он убежал из дома для того, чтобы спастись от своего брата, от Исава. А сейчас не исключено, что ему придётся снова столкнуться с Исавом. Вот этот раздел – Ваишлах. Главное его содержание – встреча Якова с Исавом. Как предисловие к этой главе Рамбан записывает следующие строки. Эта глава записана, чтобы сообщить, как Всевышний спас своего раба. То есть, главное содержание – это встреча с Исавом. Зачем Тора даёт подробности вот этой встречи, как всё происходило, для того, чтобы научить нас ряду важных моментов. Первый – сообщить, как Всевышний спас своего раба, чтобы мы знали, что можно положиться на Всевышнего, который спасает своего раба и избавил его от руки того, кто сильнее его, и послал ангела, чтобы его спасти. И ещё мы учим отсюда. Хотя, с другой стороны, значит, с одной стороны, нас учат на то, что следует, имеет смысл полагаться на Всевышнего – он спасает. Но, с другой стороны, мы учим, что Яков не полагался на свою праведность, а старался изо всех сил ради своего спасения. Яков не полагался на то, что будет хэппи-энд, и Всевышний его спасёт. Поскольку от человека требуется приложить усилия, Яков старается делать наилучшим способом. И здесь содержится также намёк будущим поколениям. Рамбан верен своему пути. Он объясняет все главы книги Бришит по принципу МАСЭЙ, АВОТ, СИМАН, ЛЭБАНИМ, ДЕЯНИЯ ОТЦОВ, ЗНАК. Их детям. Здесь есть не только… С одной стороны, это означает, что происходящие события, события, которые происходят с кем-нибудь из наших праотцев, они представляют собой уже как бы всю дальнейшую историю в миниатюре. Здесь уже фиксируются те события, которые в дальнейшем произойдут. Но в дополнение к этому здесь есть и ещё СИМАН, ЛЭБАНИМ, это ещё и знак сыновьям, то есть перед нами ситуация типичная, из которой мы должны учить сознательно, как нам вести себя в подобного рода ситуациях. Ситуация конфликтная, ситуация конфликта с ИСАВом. ИСАВ, известные наши мудрецы, связывали имя ИСАВа, вообще связывали ИСАВа с народами мира, в основном, прежде всего, с Римской империей и всеми теми, кто считают или считаются наследниками Римской империи. С ними история взаимоотношений у нас очень-очень непростая, начиная с Римской империи и кончая её наследниками вплоть до сегодняшнего дня. И, говорит Рамбан, здесь в этой главе очень коротко изложены основные принципы нашего правильного отношения с ИСАВом, с Идомским царством. А именно, ибо всё, что произошло с нашим братцем и ИСАВом, его братом, будет постоянно происходить между нами и сыновьями ИСАВ. Здесь есть эта матрица, здесь есть модель, которая будет возвращаться из поколения в поколение. Ничего революционного нового не произойдёт, каждый раз всё будет сменять свои одежды, но, в принципе, будет то же самое. И нам подобает придерживаться пути этого праведника, т.е., во-первых, мы должны знать, что Бог спасёт – это первое. Второе – мы не должны полагаться на чудесное спасение, а быть готовыми и прилагать усилия для того, чтобы спастись. По трём путям, как это мы в дальнейшем увидим из текста, Яаков и все его старания шли по трём путям. Т.е. готовиться к тем трём путям, к которым он готовился, а именно к молитве – это самая первая необходимость, к подаркам, т.е. к попытке откупиться от ИСАВа, задобрить его подарками, и только если ни то, ни другое не помогает, и к военным действиям. Какие военные действия? Тамбан очень интересно определяет военные действия – убегать и спасаться. Военные действия, то, что называется манёвр – это тоже военные действия. Так расставить свои силы и так всё поставить, чтобы можно было уйти, убежать от врага, не входя с ним в вооружённый конфликт – это тоже военные действия, это тоже тактика и стратегия. Ну, детали уже мы увидим в дальнейшем, и наши учителя всегда видели намёк в этой главе, как я ещё скажу. Т.е. Ромбан здесь говорит, что наши учителя, мудрецы Талмуда, которым пришлось иметь дело с Римской империей в очень тяжёлый период, когда римляне, когда Римская империя управляла страной, и когда были столкновения, и когда были восстания, и после восстаний, и еврейским мудрецам приходилось иметь дело с Римской администрацией, они всегда видели в этой истории встречи Якова с Исавом, видели модель, модель для подражания, поведение Якова, модель для подражания, и модель для изучения, с другой стороны, не только подражания поведению Якова, но и изучения психологии Исава и понимания того, как с ним, в общем, нужно иметь дело. Читаю. «И послал Яков перед собой посланцев к своему брату Исаву в землю Сеир в поле Эдом». Раши здесь, в этой самой первой строчке, говорит «Раши – посланцы, малахим, малахим-манаш». То есть, слово «посланцы», которое здесь прочитали по-русски, в оригинале сказано «малахим», имеется в виду, слово «малах», оно общее, оно может означать одно из двух. Вообще-то «малах» означает посланник, тот, кто уполномочен, тот, кто делает для меня мою работу, мелаха – работа. Слово «малах» может поэтому… этим словом может быть назван просто любой посланник, человек, которого я послал что-то сделать для меня. Либо это слово относится к ангелам, ибо они тоже посланники. Суть ангела – он посланник, тот, кто выполняет какую-то – возложенную на него функцию Всевышний. Поэтому здесь, говорит Раш, имеется в виду «малахим-манаш», попытаться прокрасться тихо-тихо-тихо-тихо, незаметно, прийти к своему отцу в Хеврон и как-то замять все это дело. Ведь в конечном итоге все это посольство, как мы знаем из дальнейшего, оно своей цели не достигло. И Сав не умиротворился, и наоборот, все могло бы закончиться, если бы не чудо, которое произошло, все могло бы закончиться очень даже печально. Было чудо – Всевышний спас своего раба, да, спас, но потребовалось спасать. Ну, можно было бы ответить так. Наверное, невозможно было прокрасться, потому что для того, чтобы попасть в Хеврон к своему отцу, нужно было бы пройти через ту местность, где живёт Исаф. И не получается так. Тора подчёркивает, куда он отправляет посланников своему брату Исафу в землю Сеир, в поле Идона. Земля Сеир, в поле Идона – это намного южнее Хеврон. Это современный Негев и в сторону Иордании до Петры. А Яков приходит с севера, он приходит из Хорана, то есть район – это сирийско-турецкая граница. Поэтому, идя с севера в Хеврон, вовсе никак не нужно было проходить через те места, в которых живёт Исаф. Поэтому почему Яков действует так? Арамбан сначала говорит, да, конечно, поскольку южная часть земли Израиля располагалась неподалёку от Идона, а его – это не такая уже дальняя степь. Это уже достаточно близко. Поэтому он мог бояться, что если он придёт к отцу в Хеврон, то Исаф об этом узнает. Поэтому он боялся, что Слав услышит. И заблаговременно послал к нему посланника. «И за это мудрецы критиковали их. Как сказано в Береши Траба, хватающий пса за уши проходящего мимо вмешивается не в свою ссору». Иными словами говорят мудрецы, на что это похоже? На человека, который видит, идёт собака. Собака идёт по своей дороге, по своим собачьим делам. И кто-то её хватает за уши. Ну, что ж ты ждёшь? Чтобы собака тебя не покусала? Покусает. Ну, зачем ты её за уши хватаешь? Шла бы она своей дорогой, не обращала бы она на тебя внимания и занималась бы своими собачьими делами. То есть мудрецы здесь видят тактическую ошибку со стороны Якова. Неправильно он себя повёл. Здесь он должен был именно тихо-тихо-тихо-тихо просочиться и не посылать посланников к Исаву. А Нациев ещё больше углубляет это. Говорит, Анациев, с одной стороны Яков сделал некоторые выводы из своей предыдущей истории, а именно. От Лавана он ушёл, не сообщив ему, обманув его доверие. И он увидел, что всё это закончилось ужасно. Лаван просто взбеленился. Невероятной вспышкой гнев. Яков пришёл к выводу, что, наверное, он неправильно тогда поступил. А теперь он сделал всё по-другому. Наоборот. Я иду к тебе. Я ничего не скрываю. Я не пытаюсь просочиться, как какой-то вор. Наоборот, у меня самые лучшие к себе намерения. Мне нечего скрывать. Я абсолютно открытый человек. Я посылаю тебе. Я иду к тебе навстречу и… Получилось, там он ошибся, что не сказал. Здесь он ошибся, наоборот, потому что сказал. А почему так? Ну, а как же правильно всё-таки себя вести? Как же правильно было? Сказать или не сказать? А это зависит, с кем имеешь дело. С Исавом правильно иметь дело именно по-другому. Анациев приводит следующую важную деталь. Что касается Лавана, там, конечно, Яков посчитал, что Бог ему поможет скрыться от него. Лаван не узнает, что он убежал. Не узнает, куда он убежал. Но вышло не так. Всевышний сделал всё наоборот. Лаван узнал, куда он убежал. Лаван его настиг. Только что Бог сделал чудо и избавил его от Лавана. То есть, как мы себе представляем, как Всевышний должен себя вести, Всевышний ведёт себя обычно. Прямо противоположно. Не то, что когда мы за него додумаем, как он должен нас оберегать и спасать, получается прямо противоположно. Яков думал, что Всевышний его спасёт тем, что скроет от Лавана его побег. Не вышло, но в конечном итоге спас его по-другому. Теперь здесь он делает свои выводы. Как же надо себя вести? И неправильно себя ведёт. Приводит она в ещё одну важную деталь. Написано в метраше, когда еврейский народ вышел из Египта. И ему нужно было идти в Арсисраиль. Для этого нужно было обогнуть страну Саир. Там, где жили потомки Эйсава и Думитяне, страну и дом. И нужно было её обогнуть, чтобы выйти к юго-востоку от Эры Цисраиль. Так вот, там сказаны такие слова. Пнулахем Цафона. Поверните, после того, как вы огибаете, поверните на север. Пнулахем Цафон. Обогнули страну и дом. Поверните на север. Слово Цафон, север, у него есть ещё одно значение. Цафон. Спрятан. Говорит Медраж, вы имеете дело с Эйсавом, с Эдомом. Не вылезайте. Не старайтесь быть замеченными. Чем он меньше о вас знает, чем он меньше о вас слышит, так лучше. С ним нужно не показываться ему, чтобы они нас меньше видели, чтобы они нас меньше слышали. Не старайтесь быть наведленными. Вы имеете дело… Это не Лаван. Вы имеете дело с Эйсавом. Вы имеете дело с Эдомом. И это, говорит Анацив, это нам урок на все поколения. Не стараться быть замеченными. Когда мы имеем дело с Эдомитянами, с теми, кто… Мы об этом уже часто говорили, кто на сегодняшний день являются потомками Эйсава и Эдома. Чем меньше они о нас слышат, тем лучше, чем нам это лучше для здоровья. Есть люди, которые пытаются всюду и везде помещать свои фотографии, всюду и везде помещать признаки своего еврейского присутствия. Это просто опасно. Это просто абсолютно неправильно. Это никогда, никогда не кончается хорошо. И это для нас Моасей Абот, Симанн и Банин – первое, то, что было здесь с Яковом. И Рамбан прибавляет еще одну вещь. В дальнейшем это случилось еще один раз, как минимум. А именно во времена Маккаби, во времена хашманеев, маковейских войн, когда первый раунд войн окончился очень удачно. То есть, Маковеям удалось победить грека. Во втором раунде, уже после Хануки, все было очень неудачно. И греки уже победили. И вот здесь в какой-то момент руководители еврейского народа решили найти себе сильных союзников. Кому они обратились? К молодой, но мощной тогда державе, к Римской республике. Римляне действительно поддержали евреев. И несколько раз благодаря их ультиматуму греки освобождали территорию. Но кончилось все это очень плохо. Кончилось тем, что римские легионы в конечном итоге пришли в район и оккупировали страну. Так что получается, что мы сами благодаря тому, что подобно то, что сделал здесь Яков, т.е. хватил за уши проходящего пса, то же самое сделали в дальнейшем и Маковее, когда своими руками привели римских захватчиков в нашу страну и попали под иго Римской республики, а потом уже и Римской империи. Масея Вод, Симанны Банин, Деяния отцов, знак их поток.